сейчас еще очень много разговоров по поводу вот решений поставить мишустина там во главе специальные комиссии штаб или специальные комиссии в общем назовем его штабом некий координационный штаб или координационная комиссия которая будет разруливать проблемы возникающие в ходе новой ситуации возникающие в россии на фоне мобилизации введения чрезвычайного положения на территориях которые аннексированы плюс в тех субъектах федерации где могут быть использованы элементы военного положения и тут же возникает другое назначение собянина тоже там назначают каким-то чрезвычайным уполномоченным сразу многие вспомнили далекие 2006 2007 годы вот далекие эти времена когда путин предъявил граду и миру двух преемников точнее двух кандидатов в преемники сергей иванова сергей борисович был такой иванов про которого все уже давным давно забыли а ведь между прочим были первые вице-премьеры министр обороны вот и секретарь совета безопасности до патрушева был считался без пяти минут следующим президентом россии ну и дмитрий медведев там тоже в роли другого первого вице-премьера с ним конкурировал в итоге путин все-таки выбрал медведева сейчас вот пошли разговоры что путин готовится к транзиту я вот не верю сразу говорю что в двадцать четвертом году уйдет с поста президента но тем не менее вот пошли разговоры что есть в голове у него запасной вариант и он предлагает граду и миру теперь выбирать смотрите есть мишустин есть собянин кто вам больше нравится я сразу говорю там оба хуже понятно нет мы даже это вообще не обсуждаем это опция по умолчанию что они все так сказать из одного ларца но но мы как бы наш анализ он необходим для того чтобы понимать эту ситуацию а кому-то делать правильные я тоже считаю что путин никуда не уйдет во потому что ситуация сильно изменился тебе не два 2008 год когда можно было теоретически наверное и не возвращаться но даже тогда он не ушел остался премьером при медведеве да и выбор получается был правильный выбрать медведева а не иванова генерал иванов еще бог знает как бы себя повел человек он достаточно был амбициозный между прочим я не знаю слышали вы эту историю или нет но мне рассказывали что решающим таким вот камешком на весах медведева стало то обстоятельство что медведев не заикнулся ни слова не по услову не сказал по поводу того а какими условиями будет обставлен переход власти сергей борисович иванов имел неосторожность спросить путина когда он якобы ему первым объявил о том свое решение что все-таки вас выбираю сергей борисов хорошо а когда мы с вами поговорим об условиях передачи власти я думаю что пути путин передумал и не стал объявлять публично сергей борисович иванова своим преемником потому что тот воспринял это слишком серьезно да да я думаю путин разводил разводил он может быть имел заранее решение но ему важно было создать вот эту ситуацию конкуренции в каком смысле сейчас она может ее напоминать вы знаете много разговоров и в западной прессе заметьте западным разговором было о повышающейся роли патрушева и его сына дмитрия патрушева что чуть ли не может произойти рокировка значит его с поста министров премьеры ну а мишустин куда-то горизонтали куда-то уходит и и вы знаете целый нарратив создался где-то даже провокативно может быть даже специально чтобы вызвать какое-то напряжение внутри системы власти я думаю что и запад тоже конечно безусловно не пренебрегает такими способами воздействия дистанционного публичного воздействия что вот такое как бы отведение значит мишустину второму формально лицу по конституции то он временно исполняющий обязанности если что является до проведения выборов это по моему игра путина вот в тот же баланс чтобы показать что на самом деле никто заранее не предрешает вообще ничего да безусловно конечно останется никуда он не уйдет потому что ситуация изменилась уже уходить некуда вот с таким багажом у него теперь есть же все возможности там формально легитимно это сделать да но не легитимно а за формально это немножечко другое да вот он все равно будет нелегитимным нет но нормативно скажем да нормативно легалист легалистки при легалистском подходе таком ну да он может да остаться еще на следующий срок но во всяком случае баланс ему нужен для того чтобы преуменьшить эти разговоры о том что вообще разговоры ходили с премьера мишусь напоминает там зубкова или фродкова сегодня был завтра нет и вот назначил какого-то такого который до двадцать четвертого года должен в общем нарастить некий публичный вес так сказать все его должны воспринимать как реально второе лицо но пусть формально но все таки и мне кажется что сейчас вот этими решениями отчасти путина решает задачу что он никого не собирается менять что баланс создается вот так даже специально сказал что мы вот в этот орган в главе с мишустином туда войдут представить силовых ведомств формально как бы с премьером будут находиться во главе его в органе в котором будут согласовывать решение различного рода вопросов поэтому в этом смысле это сугубо аппаратное решение чисто для аппаратной игры для того чтобы показать что значит есть какие-то противовесы правительственные в лице мишустина мишустина действительно многие из олигархов и из людей аппарата власти прочь в такие приемки такие они бы хотели быть его протагонистами потому что понимают что он формально не отвечая за войну мог бы наладить какие-то там взаимоотношения с западом в постпутинский период все это конечно напоминает пустые разговоры потому что пока есть путин все они лишены хоть сколько-то существенных оснований потому что вы сначала избавитесь от путина чтобы вообще намереваться хоть кого-то испоместить на эту должность там мишустина или кого-то не было еще но в любом случае не случайно в аппарате это могут конечно воспринять как какую-то степень доверия мишустина и таким образом уравновешивание по отношению к мобилизационной группе партии там ну там тоже разнообразно но партии войны в конечном итоге патрушевской потому что он скорее умеренная война кстати патрушев там есть более радикальная среда но патрушев это скорее человек который бы да война но такая война чтобы без последствий ну так не бывает но тем не менее тут тоже есть весьма своеобразное его поведение особое отношение с селиваном мы помним что 22 числа в самый канун войны он там говорил надо дать срок надо встретиться с байденом поставить условия тоже отыгрывал на паузу вот это тоже наверное запомнилось и случайно это протокольную съемку совета безопасности на котором он выступал показали то есть тоже значит решили ее но путин естественно дал эту команду показать что в общем разница позиции даже в вопросе признания днр лнф тогда еще и была и возможно так сказать продолжилась в каких-то особом виде не самого патрушева и не случайно вполне а я охотно верю что конечно патрушев хотел бы он на восьмом десятке но хотел бы своего сына дмитрия 42-летнего видеть преемником пути ну в этом нет сомнений другой вопрос кто же ему даст как в известном анекдоте поэтому думаю что путин сразмеряет эти все вещи и как-то балансирует поэтому некоторое внимание внимание мишустину это один из способов эту ситуацию как-то уравновесить я был так сомнений а